всем привет я рада вас приветствовать на нашем канале французский язык по полочкам сегодня в сегодняшнем выпуске мы продолжаем с вами грызть гранит французской науки мы продолжаем с вами говорить о каких-то тонкостях французской грамматики прежде всего как всегда уже это вошло в нашу традицию я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу поддержку нашего канала за ваши лайки комментарии именно они помогают нам развиваться поэтому не забывайте баловать нас вашим вниманием в сегодняшнем видео мы с вами познакомимся с моментами с нюансами которые нужно учитывать при построении предложения то есть сегодня мы будем с вами смотреть как правильно строить фразу строить предложение опять-таки так как видео на нашем канале предназначено для изучения французского самого нуля сегодня мы будем с вами рассматривать построение простых предложений то есть более сложная грамматика более высокого уровня в сегодняшнем видео рассматриваться не будет поэтому ребята если у вас уровень b2 b1 и так далее то пожалуйста не надо после этого видео писать а это легкотня и так все понятно супер что вам все понятно но есть люди которые только начали учить французский язык и эти моменты им естественно непонятны начнем вот с чего скажите пожалуйста как часто вы оказывались ситуации когда вы построили предложение на французском языке под тщательно подобрали глаголы даже проспрягали даже поставили в правильную в правильное время придумали все предлоги учли все артикли собирайте в кучу целую фразу а французы вас не понимают я больше чем уверена что практически каждый от к оказывался в такой ситуации почему же нас не понимают французы почему только лишь потому что мы неправильно строим саму фразу само построение сама схема построения фразы у нас неправильно этому способствуют многие факторы один из факторов это то что в русском языке но мой родной русский поэтому я сравниваю с русским языком это то что в русском языке мы слова в предложении можем менять местами и смысл предложения от этого не меняется то есть у нас в принципе нет фиксированного места каких-то слов я могу вам сказать завтра я иду в кино с детьми я могу поменять местами слова и сказать завтра с детьми я иду в кино я могу начать со слова я с детьми завтра иду в кино я иду в кино завтра с детьми и так далее то есть я могу меланжевать я могу смешивать эти слова как хочу и в принципе в русском это допустимо и вы меня понимаете вот этот же самый принцип многие из нас и несут в свой французский язык ребята запомните так делать нельзя потому что во французском языке четко структура фразы менять слова чтобы они у вас прыгали по предложению нельзя есть какие-то более жесткие правила есть какие-то менее жесткие правила но тем не менее правила существует и их надо придерживаться и именно потому что наши слова прыгают тудым-сюдым французы не понимать что мы хотим сказать поэтому ваша цель в изучении французского языка не набирать бессмысленно бестолково расширять словарный запас как мы это делаем нам кажется лишь выучив тысячу две три слов и буду классно супер говорить нет ребята самое главное это понимать как эти слова скомпоновать в кучу от этого зависит ваш французский вы можете знать не три тысячи слов а тысячу но знать принципы формирования фразы знать французскую знать французские правила формирования фраз и предложения и вы будете говорить лучше чем тот человек у которого десять тысяч слов но структуры нет первая рекомендация соблюдайте всегда правило подлежащее и сказуемое главные члены предложения стоят вместе главные члены предложения подлежащие кто что в именительном падеже сказуемое это действие кто что и что делает я смотрю я иду ты кушаешь он говорит они изучают мы звоним и так далее то есть как только вы сказали приглагольное местоимение же тю и эль ну в и эль значит тут же стоит глагол тут же самая большая ошибка это когда мы пытаемся после глагольного приглагольного местоимения впихнуть еще кого-то мы в русском говорим я с сестрой завтра иду в магазин и вот точно так же мы пытаемся строить предложение на французском же азек массе ни в коем случае же при глагольное местоимение значит после него глагол сразу же вот так у нас обозначаются подлежащие одной чертой сказуем эту из глагол двумя чертами и они стоят вместе ребята когда я говорю правило подлежащие сказуемое вместе никогда не верьте во французском не бывает стопроцентных правил естественно сюда мы можем в крайне крайне редких случаях вставлять заменяющие местоимения либо характеризующий оборот допустим ки ли со словом ки или ки но это уже будут сложные предложения а вот мы говорим сейчас вами о простых предложениях дай бог нам сообразить как составлять простые предложения и так когда вы говорите приглагольное местоимение же после него ни в коем случае нельзя пихать азек массе азек мезом фон и так далее и так далее никаких вот этих вот предлогов быть не должно это приглагольное местоимение и следом за ним мы сразу ставим глагол то есть я иду же в же в дальше уже следующие этапы построения предложения хотите сказать сегодня вечером своей семью я буду смотреть фильм окей выносите на первое место главные члены предложения я буду смотреть дальше по остальным пунктам хотите сказать закончив университет через год я начну искать работу а значит выносите на первый план главные члены предложения я начну искать работу а уже дальше добавляем все в соответствии со следующими пунктами построения предложения значит после подлежащего исказуемого мы с вами присоединяем второстепенные то есть остальные у нас подлежащие исказуемые это главные члены предложения остальные второстепенные после подлежащего исказуемого мы присоединяем второстепенные члены предложения они могут быть у нас либо без предлогов либо с разными предлогами как вообще сообразить что куда ставить пункт 2 после главных членов предложения мы присоединяем второстепенный без предлога тот который идет сам по себе с артиклем но без предлога допустим я даю юли книгу которую она не давала прочитать так вот я даю да я возвращаю это главные члены предложения а дальше у нас с вами есть юли книгу так вот юлия это у нас кому значит прямое действие с предлогом а а вот книгу я возвращаю что книгу он лива у нас получается это второстепенный член предложения без предлога так вот после главных членов предложения я присоединю сначала слова о лива и только потом все остальное а следующие пункты это у нас пойдут с вами второстепенные члены предложения уже с предлогами но так как предлоги разные назначение и весомость каждого предлога разные они будут у нас в разных пунктах и так смотрите после того как мы с вами сказали главные члены предложения дальше присоединили второстепенный без предлога дальше мы с вами присоединяем второстепенные члены предложения с предлогом А. У нас есть с вами два предлога, которые все время спорят, кто из них главнее. Эти два предлога всегда стоят выше, чем все остальные, но между собой они тоже всегда спорят, кто главнее. Это предлог А и предлог Д. Предлог А имеет у нас и воспринимаете его как корону. Я всегда говорю своим ученикам такие хитрости. Представляете, что у нас предлог А в короне, королевский предлог, он всегда будет идти первым, а дальше идут все сопровождающие, то есть дальше свита и челядь. Так вот, сначала мы присоединяем все, что идет с королевским предлогом. В каких случаях чаще всего у нас используется предлог А? Безусловно, это глаголы направления, когда мы куда-то идем, либо же это глаголы направления действия, когда мы кому-то или чему-то что-то делаем, даем, отдаем, показываем, рассказываем и так далее. То есть смотрите, я даю Je donne, главные члены предложения. Что? Книгу un livre. И кому? Я ее кому даю? Допустим, я ее даю Ольге. Предлог направления действия, предлог А. А Ольга. И здесь мы с вами следующим будем в нашем предложении присоединять А Ольга. Кому Ольге? Если бы у меня в этом предложении было бы какое-то слово с предлогом de, я бы его присоединила после слова А Ольга. И с остальными предлогами avec, sans, pour, un и так далее, я бы ставила на самое последнее место. Это что касается самой обыкновенной, самой примитивной структуры, самой простой фразы. Есть еще один нюанс. Смотрите. Наречия, которые отвечают на вопрос «как?» и являются характеристикой сказуемого «я говорю громко». Я говорю «как?» громко. Они идут быстро. Они идут «как?» быстро. Это характеристика глагола, характеристика сказуемого. Значит, все эти наречия, которые отвечают на вопрос «как?», мы с вами будем ставить сразу же после наречия. Сразу же. Вот сюда. И если я хочу сказать «я часто даю книги Ольге», значит, во-первых, книги я уже поменяю на множественное число. Во-вторых, слово «souvant», «часто» я поставлю после главных членов «je donne». Я же в русском языке это слово часто могу поставить, в принципе, в нескольких местах в этом предложении. Во-французском ставим его сразу после глагола. Если в нашем предложении есть индикатор времени «вчера», «сегодня», «после обеда», «сегодня после обеда», «сегодня вечером» и так далее, то есть слова, отвечающие на вопрос «когда», то чаще всего индикатор времени мы вставим с вами в начало самого предложения, перед главными членами предложения, и чаще всего этот индикатор времени отделяется запятой. Вообще, тема пунктуации, тема знаков припинания, в том числе и запятых, это вообще отдельная тема, она практически не совпадает с правилами в русском языке. Давайте возьмем элементарную фразу на русском языке. Если вы так начнете переводить на французский язык, прямым переводом никакой структуры не будет. У вас слово «Ольга» пойдет перед главными членами «я разговариваю», французы его услышат в начале, перед словом «жо» и воспримут его как главный член предложения, его как подлежащее. И в такой интерпретации французы себе поймут, что это «Ольга» с кем-то разговаривает. Так делать нельзя. Значит, у нас с вами есть слово «сейчас». Это индикатор времени, который нас ориентирует, когда событие проходит во времени. Значит, выносим его на первое место. Мы можем использовать любое слово, допустим, я хочу использовать «actuellement». «Actuellement» либо «en ce moment». Почему нет? «En ce moment». Ставим запятую. Дальше главные члены предложения. «Je parle», я разговариваю. Дальше. У меня нет слова в этом предложении без предлога. Этот пункт мы пропускаем. Дальше у меня есть, я разговариваю с Ольгой о работе. «Парле», разговаривать с кем-то, это «парле о келькен». Соответственно, «je parle à Ольга». И «о чем-то» «парле de quelque chose ou quelqu'un». Соответственно, «je parle du travail». «De» плюс «le», «le travail» мне даст слитный артикль «du». «Je parle du travail». И получается, у меня есть слово с предлогом «а», «а Ольга». И слово с предлогом «de», «du travail». Тут скрытый, слитный, тут скрытый предлог «de» в составе слитного. Вот и формируем нашу фразу. Вот теперь мы можем сформировать нашу готовую с вами фразу. Итак, индикатор времени. «En ce moment». Главные члены предложения. «Je parle». Дальше предлог «а», «а Ольга», и предлог «de», «du travail». Забегая немножечко наперед. Значит, смотрите. Подлежащее и сказуемое. Я вам уже сказала, что между подлежащими и сказуемыми может стоять заменяющие местоимения. «Je te parle», «je te montre», «je vous explique». «Я тебе говорю», «я тебе показываю», «я вам объясняю». Вот эти местоимения, вот эта линейка местоимений «тебе», «ему», «мне», «нам», «вам», «им» и так далее. Она у нас стоит между главными членами предложения. Но имейте в виду, между главными членами предложения мы можем ставить только чистое местоимение, то есть без предлога. Если это будет местоимение с предлогом «а век ну», «ну», да, это местоимение, но оно с предлогом «а век», поэтому нельзя сюда его поставить. Именно предлог «а век» нам его сюда не дает поставить. Куда идем? Идем с этим «а век ну» в последний пункт. Самая хорошая тренировка и самая хорошая практика вот этого момента – это наши с вами фразы-пазлы. Я их очень люблю, безумно, я их просто обожаю. Это когда у вас есть набор отдельных слов, и вам надо из этого набора слов составить полноценное предложение. Именно там вы напрягаете свой мозг, и именно там оттачивается умение составлять фразу, умение ставить слова в соответствии с вот этими вот пунктами. Поэтому, как всегда, в конце этого видео вы найдете такие фразы-пазлы. Этих упражнений будет у вас достаточно много. Правильные ответы, как всегда, я размещу в комментариях. Я постараюсь даже написать какие-то комментарии, с чего начинать, но как только вы сядете выполнять эти упражнения, с чего вы должны начинать? Вы должны начинать с поиска, первое, приглагольного местоимения, либо с поиска подлежащего. То есть, искать подлежащее, которое отвечает на вопрос, кто или что. Как только вы нашли это подлежащее, ищите к нему глагол. Подлежащее в единственном, ищите глагол в единственном. Подлежащее во множественном, глагол должен быть во множественном. Если у вас несколько слов существительных в именительном падеже, и вы растерялись, боже, что же из них подлежащее, делайте проще. Ищите глагол. По окончанию глагола смотрите, какое может быть подлежащее. Множественное число или единственное. Это же, или это ву, или это тю. То есть, по окончанию глагола можно определить подлежащее. Дальше, не забывайте, следующие пункты предлоги А и предлог Д и остальные предлоги, за исключением нескольких, не исключают артикли. Бывает такое, что люди, бывает такое, что мои ученики составляют фразы-пазы, и остается артикль. Ай, деть уже некуда. А почему деть некуда? Потому что я поставила предлог АВЕК ЭНФАН с детьми. У меня же есть предлог АВЕК, зачем мне еще что-то? Ребята, предлоги не исключают использование артикли. Поставили предлог АВЕК, артикль ЛЕ, либо ДЕ, все равно должен быть, он никуда не денется. Предлоги и артикли разные части речи. Разная функция, разное назначение. И они, да, они стоят вместе. Представляете, они могут жить, соседствовать вместе. Поэтому не забывайте этот момент. Желаю вам успеха в освоении этой темы. Выполняйте упражнения. Бон кураж! Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok